Всем привет! Сегодня я хочу разобрать комментарий, который у меня был на канале. Он уже, так скажем так, давненько был. Очень часто, это очень частое заблуждение наших женщин в общении с турками, с мужчинами в интернете, какими-то иностранцами, не только турками. И сейчас по ходу разговора вы поймете, и просто этим примером я хотела бы предостеречь кого-то, кто так же рассуждает, как эта женщина, которая мне написала комментарий. Я познакомилась с турком на сайте знакомств, и мы общаемся месяц, он приглашает меня к себе в Турцию и наставает, чтобы я прилетела в следующем месяце, за покупку мне билета он молчит, не предлагает. Это для меня и не проблема купить самой, и на серьезные отношения я не рассчитываю, просто хочу на пару дней отлечься от прошлых отношений, но у меня вопрос, чего мне нужно опасаться в таких отношениях, и чего нужно бояться. Он работает, у него есть свое жилье, и мне нужно только прилететь. Но что мне нужно знать важного о нем, чтобы быть там в безопасности, и нужны мне какие-то документы, или что-то, что могут спросить в аэропорту куда-то, куда я еду. Этих нюансов я не знаю и боюсь. А кто-то из девочек сможет, кто живет в Стамбуле, мне что-то подсказать, или встретить меня, чтобы он видел, что я не одна, и что у меня есть знакомые, которые могут у него спросить, куда он меня везет, и где буду жить с ним три дня. Пожалуйста, кто что может сказать по этой ситуации, не поймите меня неправильно, я хочу отдохнуть, но у меня нет свободных друзей, которые могут со мной полететь, а самой хочется и страшновато. Первое, я сейчас прочитаю, что я ответила человеку, но девушка едет, женщина, развлекаться, а кто-то должен ее встретить и показать ее обезопасить, кому нужны чужие проблемы, собственно. Вам нужно опасаться того, что мужчина хочет получить бесплатный секс без обязательств, а вы, в свою очередь, можете это оплатить, и ничего такого в этом не видите. Только что мы говорили с ним о деньгах, и он сказал, что девушки его обманывали, он высылал деньги, они не прилетели, и он думает, что я такая. К сожалению, есть много девушек, которые не так делают, и поэтому мы решили, что я прилечу, и тогда он мне вернет деньги за перелет. По поводу бесплатного секса, я еду отдохнуть для себя, и будет секс или нет, я не знаю, почему мужчина должен платить за секс, если это будет обоюдным желанием. Единственное, я не знаю, как этот перелет должен проходить в аэропорту, и там, в Стамбуле, поэтому прошу проконсультировать, кто знает, и помочь. Я отвечаю дальше. Миллион и одна история у меня в копилке на канале, как он обещал вернуть деньги, а потом замялся, были финансовые проблемы и так далее. Девочки, чистая правда, мало кто. Короче, если мужик хочет, он платит, если нет, он найдет от Караки, почему не заплатил. Татьяна, исходя из вашего первого комментария, мне понятно, что высок процент вероятности, что мужчина ваш из интернета стандартный ходок до халявного развлечения с иностранками, и вы совсем не первая, кого он приглашает, и просто тратится на как не хочет. Я просто хотела вас предупредить. Вот у него и спрашивайте, как вам этот перелет должен проходить в аэропорту, хоть что-то он должен сделать для вашей поездки, и пусть он вам все это объяснит. Там еще долго были ответы, в общем, и мужчина один отвечал, тоже меня, скажем так, поддержал. Вот такой, да, я еду, сама суть, да, я еду отдыхать, я не должна ни за что платить, как бы я не должна платить, мужчина не должен платить за секс, я заплачу сама за билет, а потом он мне деньги вернет. И вот эта вот история миллионная о том, что все меня обманывали, я такой бедный и несчастный, я давал деньги, а русские какие-то там женщины, русскоговорящие, не приезжали, меня обманывали. И вот я не хотела... Это типичная абсолютно история. Вот я ей конкретно в комментарии изложила, пыталась как-то сжато ответить, пояснить, она не хочет этого женщину услышать. Поэтому я хочу поподробнее видео-то как-то вам объяснить, если так можно выразиться. Мужчина вам уже изначально говорит, я уже много кому давал деньги, ко мне не прилетели. Я боюсь, что ты меня тоже обманешь. Вообще нафига вам нужен мужик, который дофига с русскими какими-то женщинами общался? Вот вы подумайте, это уже закладочка первая. О его несерьезности, что он хот-дог, да баб, что он уже в этом шарится, может он понимает какие-то слова в русском языке. То есть он уже изначально, явно себе вот в этом копаясь в женщинах таких, перебирает, опытный. Он бабник, несерьезный. Вы познакомились с ним в интернете или на сайте знакомств. И когда мужчина вкладывает, ему, естественно, тяжелее потерять что-то финансово, не хочется терять, да? И вкладывая просто в эту поездку во что-то, он просто... Это ваша гарантия какой-то защищенности того, что он вас не кинет. И где-то вот в отеле, где-то там не бросит, не оставит. Он деньги потратил, потому что просто по-черезке будет это жалко потерять. Второй момент очень важный. Вот эти обещания о том, что у него, понимаете, уже поток. Вы не первая в этом списке. Его уже даже типа кидали, скорее всего не кидали. У него такой поток этих женщин идет, что он не хочет тратиться на каждого. У него реально нет на это денег, чтобы каждый из сайта знакомств или с интернета, там, не знаю, ВКонтакте, где знакомятся в Одноклассниках, каждый покупает билеты, они дешевые. Вот столько у него вал такой народа, поток женщин идет. Но он каждый это предлагает. Поэтому он каждый билет и не покупает. Просто у него бабла столько нет. Надо быть, блин, миллионером, чтобы каждый покупать билеты. Он сейчас не с вами сидит, а у него вкладки... У с вами сидит, у него еще рядом пять вкладок с такими же женщинами, которые он предложил. Он просто вас раскидывает по три дня, очень удобно. Три дня. Через три дня у него другая приедет. Это различие. Это просто все перечеркивает, и сразу видно, что человек несерьезный. Следующее. Мне очень понравилось. Вот это просто шикарно. Он мне вернет деньги, когда я приеду. Какие гарантии? Ничего он мне не вернет. Единицы из практики моего канала, из истории личных, которые даже я не публикую. Да там у каждой второй никто никакие деньги никуда не возвращает. Изначально, если вы мужущине нравитесь, он хочет с вами какого-то общения или еще что-то, он вам это все оплатит. Мужчина вкладывается. Он показывает тем самым свое желание, свою заинтересованность. А вы ему, как рыбка, очень легко в руки попадаете. Даже не надо напрягаться, к проруби наклоняться, чтобы рыбку эту поймать. Она не ускользнет, она сама в руки прыгает. Вообще замечательно. Деньги он вам отдаст. Это типичный мужик, который не хочет тратить деньги. Либо это вообще Альфонс. Либо он... Два варианта здесь. Либо он Альфонс, он вообще хочет потом с вас еще поближе снять, посмотреть, что у вас сейчас есть, прочухать, сколько у вас денег. Потом он вам сладко будет в уши петь. И вот потихонечку, когда вы вернетесь после встречи домой к себе, в страну свою, подсасывать денежку, чтобы ему проблемы вы какие-то закрывали. Он будет миллион проблем придумывать. Либо он вот настолько ходок, у него поток вот этих женщин, что он просто на каждую уже тратиться не может. У него уже жить реально. Денег нет, на всех не хватит, короче говоря. Если это Альфонс, то самая худшая ситуация. Он прочухает, что у вас есть денежка. Но тот и тот случай вам деньги не вернет. У него изначально стоит задача, чтобы съехать. Он вам может красиво... Он может тратиться в ресторанах, ходить у вас, водить по футболе, по музеям, например. За отель он заплатит. Но за билеты нет. Потому что если все эти отели сложить в ресторан, это будет, наверное, все равно чуть ниже, цена и меньше, чем эти билеты стоят. Ну или такая же цена. Зачем в два раза платить? Вот еще эйфория, любовь. Это прошаренные обычно такие мужчины до наших славянских женщин. Это эксперты в этом. Они знают, что наши бабы сами и коня на скаку остановят, и в избу горящую войдут. Поэтому она денег, скорее всего, с него не спросит. А если вы спросите, у него либо будут проблемы, ой, мне сейчас нет, а мне надо поменять, а у меня там доллары и всякую фигню будет, а у меня счет заблокировали. Вот эта история конкретная, которую мне в письмах девочки писали. Всегда какие-то откорякие проблемы. Либо, если вы начнете прочухивать, что он ходок по бабам, не то, что вам обещал, либо он вообще альфонс на месте там на встрече, и вы на него поднаедете, и у вас уже к расставанию, вы понимаете, что больше вы уже после этой встречи с ним не увидитесь, и вы попросите деньги за прилет, который он типа обещал, он потом вас будет обвинять, и начнет еще в агрессивной форме наезжать. Такие случаи тоже есть, когда вас пытаются, такая лучшая форма защиты нападения. У меня чистая, светлая любовь, как ты посмела, какая ты меркантильная, да ты ради бабок, я тебя тут водил, гулял, везде развлекал, деньги тратил, а ты билеты купила, ты не хотела бы, если бы я не была вот этой истории, не пообещала билеты тебе, деньги вернуть за билеты, ты бы не приехала, а значит я тебе не нравился, ах ты расчетливая меркантильная сволочь. Вот прям чистый текст, как бывает. Но итог один, неважно какими методами, мужчина деньги возвращать не собирается. Это прям вот, не надо заблуждаться, когда девочки еще рассказывают, я вот уже за свой счет полетела, познакомилась в отеле, и курортнику своему полетела за свой, тут, я не про то, что, скажем так, когда у вас проблема денег и билетов возникает, да, или ехать опять в тур, поплачивать его и лететь, там, через месяц, через два, пока сезон не закончился, когда ваш там возлюбленный работник, какой-то курортный, я не говорю, что-то плохо, это ваш действительно выбор. Но я просто хочу сказать, что лично для вас это звоночек, что вы себе финансово можете позволить второй раз ездить в отпуск через два месяца, а он при своем экономически-финансовом положении, ситуации, оплатить это вам не может. Если у вас будет любовь, я не говорю, что он там Альфонс, или еще кто-то, что-то у вас, короче, семья заладится, замуж вы соберетесь, вы уже понимаете, что это мезальянс, у вас денег больше, у него меньше. Это немножко разное воспитание, культура, отношение к деньгам, вопросы жадности и бытовухи. У вас один уровень жизни бытовой, у него другой. И когда вы переедете из своей страны, своего бытового уровня, вы опуститесь на его уровень жизни. Он вам может дать только это. Единицы, которые, пообещав, действительно начнут, просят эту туристическую конкурортную работу и будут стараться больше зарабатывать, подниматься ради вас, семьи. Это единицы, это исключение из правил. Как правило, они обещают, но все остается на том же самом уровне. И вы сейчас подумайте, а стоит ли для вот этого вашего уровня в вашей стране, как правило, девочки-то не бедные, кто это себе позволяет, с курортниками крутят, в которых есть деньги летать, отдыхать. Это девочки при работе, машине, квартире, всех делах, в своей стране все в порядке. Все это бросать, карьеру, деньги, оставлять там, не знаю, даже не продавать свою квартиру просто и вот так вот это опускаться в чужую, другую страну, в другую культуру, финансово я имею ввиду, опускаться на этот уровень жизни ради любви. А что это за любовь такая, если тот, кто вам обещает повышение потом на месте этого уровня жизни, этого не делает? Зачем такие жертвы? Я этого, девочки, не пойму. Просто в мезальянсных, проблемных таких отношениях потом будет проблема. У вас будет стресс, депрессия, переезд, и вот эти экономические, финансовые проблемы в семье у вас с ним наложатся, вы будете видеть, что люди вокруг и даже иностранки, которые тоже переезжают, такие же славянские жены, они по-другому социально здесь некоторые живут, не все так живут. И вас это будет заедать, и вы начнете себя думать, а зачем я это все дома оставила, зачем я переезжала? И это будет ваш внутренний диссонанс. Вам это уже любовь нафиг не нужна будет. А домой вы, может быть, уже не можете вернуться. Вы работу потеряли, квартиру некоторые продают. Еще, девочки, самое страшное, пожалуйста, это просто заклинаю вас, не продавайте свое жилье на родине, выходя тут замуж, не надо вкладываться в квартиру с вашим мужем. Это ваш гарант. Вы можете там сдавать, получать здесь деньги, например, жить какой-то вклад в вашу семью, на вашего ребенка, или еще что-то. Но продавать недвижимость, это ваш гарант, вернуться всегда домой в любой тяжелый какой-то, не только с мужем и развод, а вообще в политической, экономической какой-то ситуации в стране. У вас есть куда вернуться. Если это все продаете, здесь оставите, дело в том, что вы можете здесь все это потерять. Чтобы иностранец получил квартиру, купил квартиру за свои деньги, это определенные проверки юридические идут, экономические, это занимает одну-две недели. Не одну, пардон, больше, а две-три недели оформления, проверка ваших платежеспособностей, это здесь их дел, юридически неважно. Иностранцу купить квартиру труднее, чем просто турку. И очень часто нечестные мужчины говорят, ну мы же с тобой вместе, давай, я сейчас куплю квартиру на меня, запишем, или даже на мою маму турецкую. Это просто девочки, ну это молодые девочки, обычно есть те, которые 30 лет, которые так делают. Я такие истории просто знаю здесь в Стамбуле. Вот я с чистого листа вот история как есть. Он ей говорит, давай купим на меня, быстренько, квартира подвернулась недорогая, дешевле, чем она есть, потому что мужчина переезжал в другую страну, срочно продавал квартиру сосед. Они быстренько ее купили на мужа, но это же любовь, она даже не думала, что что-то может произойти. Вот они поженились, переписываем квартиру, я говорю, мы поженимся, я перепишу на нас квартиру, в браке все будет в порядке. По сей день ничего не переписал, она родила ребенка, готова развестись, а он ее квартиры держит. Это низко, да, и все такое, это короче. Но он ей говорит, хочешь, иди в квартиру, то у меня остается, ребенка забирай, а я в квартире. А хочешь в квартиру, живи со мной. Вот и все. А у нее дома ничего нет. И квартира, это была ее родителей. Ну, скажем так, от бабушки осталась, но она ее не заработала. Это ее семьи деньги были, ее родители ее. Вот вам, пожалуйста. Прошло 4 года, 5 лет даже не прошло. Она же гражданство не получала, не успела. Не занялась этим вопросом спустя после свадьбы. Потому что у нее уже плохо в отношениях началось. Я такая, какая я дура была. А теперь ей жалко бросить и уехать. И вот тут она ее вот так вот держит. Поэтому я просто вас заклинаю, девочки. Не продавайте свое жилье. Не надо здесь ни черта вкладываться в какой-то бизнес с мужем. Вот мужик есть, живите, проверяйте. Пусть он пыхтит, тарахтит потихоньку. Пожалуйста. Совместно нажитое в браке имущество делится пополам. Не продавайте свое имущество и в браке тут не покупайте потом квартиру. А если, понимаете, просто если на себя даже запишется, не важно на кого, потом при разводе, потом это устанавливается, все прочее, все равно половину вас можно оттяпать. Это такие юридические моменты. У меня в России сейчас ситуация у знакомых. Муж и женой у них трое детей. Они прожили там 20 лет фактически. Они разводятся. У них все имущество в браке приобретенное в семье было записано на мужа, маму, дядю, папу, но не на него и не на нее. Но она и алиментов на него нет. Он типа не работает. Но они финансово такие состоятельные. Знаете, что она сделала? Очень легко. Она уже дачу себя отсудила. Сейчас она судится за квартиру, за элементы, и элементы отсудила, и за квартиру судится. Потому что просто доказать, ты работал в это время, отберется показания свидетелей, там, на работе, соседей. Она все это собрала с адвокатом, пришла в суд и доказала, что он все это время работал. В браке они жили, когда приобреталось это имущество. И было доказано, короче говоря, что он покупал на свои там деньги, на заработанные в браке. А у тебя трое еждивенцев, детей еще несовершеннолетних, все делится, все как надо. Поэтому все отсудить тоже можно. Я вообще советую вот просто какие-то юридические дела по покупке недвижимости, бизнеса, всех прочих дел до свадьбы на себя. Все. В других разговорах вообще быть не может, девочки. Хотя бы здесь вы можете это потом продать. Главное до свадьбы это сделать юридически. Что это ваше, не его. Вот. Так что жду ваши комментарии, истории на эту тему. тем очень популярная финансовая здесь. Вот эти потери всяких квартир и все прочее. Девочки. Вот вам история. Учитесь, пожалуйста, кто сейчас перед таким стадлением. Не делайте этих ошибок. Вот и все. Жду ваших историй в комментариях. Спасибо за внимание. Всем пока.